Всем привет, мои хорошие! С вами Аки Эмили. И сегодня я снимаю для вас вот такой вот тортик Орео. Такой вот я кусочек себе взяла малюсенький, малюсенький кусочек. Еще клубничка. Ну, клубничка ужасная, если честно. Я просто ее ем, потому что мне жалко выбрасывать продукты, так скажем. А так, по большому счету, клубничка вообще невкусная. Но тортик – это нечто. Рецепт внизу в инфобоксе. Тортик называется Орео. Готовится легко и просто. Без выпечки, без всяких этих коржей. Очень просто. Переходите, смотрите. Вчера не было влога. За что я извиняюсь. Вы знаете, я сняла влог. Но он получился настолько неинтересный. Просто целый час я сижу, о чем-то рассказываю. Короче, ужасный. Я решила просто его не выкладывать. На мой взгляд, если выкладывать, то более-менее что-то интересное. Поэтому неделя влогов у нас с вами продолжается. Просто этот день мы с вами пропускаем. Еще вечером я себя очень плохо чувствовала. И как бы не было вдохновения снимать. А заставлять себя я не люблю. Как вкусно, ребята. Он такой нежный. Он непритерно сладкий. Вот я не люблю тортики, которые прям вот очень сладкие. Через каждую, не знаю, ложку торта берешь и пьешь воду. Или чай. Я обычно тортик запиваю чаем. Но в этом случае я просто решила взять воду. Вернее, я даже подготовила себе чай. Но мама сказала, что сюда вообще не в тему чай. Тем более лето и все дела. Возьми воду. Прямо на днях собираюсь с ночевкой к Фате. Буду снимать влог. У меня есть такая идея насчет Фате. Пока что не буду раскрывать все карты. Но у меня есть гениальный формат. Видео. Я хочу остаться у нее с ночевкой. Очень удобно, потому что Фате работает на дому. И получается, я могу взять с собой свой компьютер и просто переехать к ней. Снимать тиктойки, снимать видео для ютуба. У нас столько идей. И наконец-то, поздравьте меня. Я уговорила бабушку снимать со мной мупанг. Завтра планируем снять. И на удивление, бабушка реально сама хочет сниматься в мупанге. Я была очень удивлена. Потому что ей 90 лет. И по идее, она все-таки... Я подумала, она скажет, яда в видео, да нет. Ну ты что, я не хочу в этом участвовать и так далее. Но мой брат как-то, когда разговаривал с нами по видеосвязи, он сказал бабушке, люди говорят, просят, чтобы ты сняла с Айкой видео. И бабушка говорит, так я за, меня не берут. И тут мы столкнулись с такой проблемой, что бабушка не знает русский. И получается, что она будет говорить на лесгинском. И я вам буду переводить. Переводить так, как выгодно мне. Шутка. Буду переводить то, что она говорит. Лесгины в комментариях не дадут мне собрать. Мне кажется, очень интересно получится. Просто я не знаю, что именно вам интересно. Что же стоит бабушке рассказать. Она может нам рассказать про военные времена. Или знакомство с моим дедушкой. Или историю своей любви. Давайте немножко вернемся к вопросам. Вопросы дает випер 999. Айка, привет. Никогда не задавала тебе вопросы, но тут решила. Расскажи о своем будущем, какие цели и мечты у тебя. Будет интересно услышать. Спасибо, приятного аппетита, люблю. На ближайшее время, если честно, строить какие-то планы просто не имеет смысла. Потому что мы строим их. Коронавирус, эти все пандемии не позволяют нам ровным счетом сделать ничего. Все везде закрыто. Но вообще на ближайшее время, ближайшие два года я не собираюсь замуж. Я хочу развиваться. Я хочу увеличить число подписчиков в инстаграме, в тиктоке. Хочу и дальше снимать для вас мукбанки. Особо знаете таких грандиозных планов? Выйти замуж, нарожать детей, купить себе машину. На ближайшее время, к сожалению, таких планов нет. Я, если честно, немножко побаиваюсь говорить о своих планах. Я заметила, как только я говорю, у меня сразу ничего не получается. И это выглядит просто, как балабол. Сказал, не сделал. Поэтому пока что ничего такого. Но к 30 годам я бы хотела быть замужем, иметь одного ребенка. Купить себе отдельную квартиру и купить себе машину. Пусть недорогую, это 30 лет. Время есть. Я думаю, что я успею. Хотя вот это вот все планировать, как говорится, мы предполагаем, а Бог располагает. Здесь используются печеньки Орё. Я их очень люблю. Они с клубничной начинкой. Еще здесь крем Шанти, он тоже с клубничной начинкой. И все это так дополняет друг друга. Прям вау. Следующий вопрос. Айка, не хочу тебя обидеть, но мне не нравятся твои губы. Такое ощущение, что они стали еще меньше в объеме. Как ты относишься к своим таким изменениям? Нравится ли тебе форма губ? Я очень часто вижу в комментариях, что девочки мне пишут, что губы стали прежними. Я согласна, что они очень сильно уменьшились. Но совсем такой огромный свисток я себе не хотела. Так что все окей. И когда я вижу девушек с огромными губами, у меня нет такого фу, отвращения, утка и так далее. Кому-то это идет. Но мне кажется, мне не очень идет. Потому что когда я разговариваю, мне не видно зубов. И это как-то не очень смотрится. Если человек хочет, почему бы не изменить себя? Я знаю девушку, которая выглядела не очень симпатично, если честно. Она сделала себе губки, потянула бровки. Я не знаю, как она сделала, но у нее теперь бровки вот такие вот. И прям глаз такой, знаете, лисий взгляд, так скажем. В общем, кучу всего себе сделала. И такая сейчас красотка. Просто инстагерл. Я просто, когда думаю, что нужно что-то с собой сделать, сразу думаю, рано. Не знаю, после 30 буду делать. А по идее, после 30 нужно бороться с мимическими морщинами, с другими проблемами. Один раз хотелось сделать заполнение носослезной борозды. Под глазами, чтобы не было типа синяков. Я посмотрела на эту процедуру. Я поняла, что нет, я на нее не пойду. Я так испугалась. Прям ужасом. Тут еще, знаете, большое значение имеет выбор именно специалиста. Например, девушка, которая делала мне губы, доктор Найда, она у меня есть в инстаграме. Передаю ей огромный привет, если ты меня смотришь. Вот. Она мне не оставила ни одного синяка. Но я от всех своих подруг, знакомых, от всех слышала, что не бывает такого, что делаешь губы и не остается ни одного синяка. И она мне сказала, что у меня не бывает. Потому что я знаю, как колоть, где и в каком количестве. То есть, если вы хотите объем больше, вы просто можете выбрать у нее другой препарат. И все. Я изначально говорила, что я большие губы не хочу. Для меня самое главное, что исправилась эта фигня с губами. У меня были губы, как у Маши Малиновской. Кто понял, о чем идет речь, тот понял. Но не в такой степени, как у Маши. Но все равно. Мои губы очень напоминали губы Саши Спилберг. Но мне они вообще не нравились. Мне кажется, это смотрится как-то не очень. Вот, поэтому я исправила эту ошибку. И теперь мне нравится. И последнее. Я прям изнасиловала последний кусочек. И после того, как я доела, я вспоминаю, что я не сделала обложку. Я надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это было так, то ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Также обязательно переходите. Смотрите рецепт такого простого тортика. Всем желаю. Приятного аппетита. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok